Bonjour, bonsoir à tous! Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, всем привет! Мы с вами сегодня говорим об эмоциях на французском с переводом на русский. И сделаю объявление. В понедельник, днём и вечером, для тех, кто заинтересовался и интересовался до этого, я дам возможность записаться на вебинар по психологии, соответственно, по французскому психологическому. А сегодня мы с вами говорим про эмоции, эмоции, эмоции в французском. Будет их, конечно, немного, совсем чуть-чуть, мы посмотрим. Alors, это будет в французском и русском, на всех языках, в общем. Alors, on commence, on commence avec la première, voilà, première копie. Féminant-masculin, oui? Я пишу сразу «e» на конце «для женского рода». И я говорю про себя в женском роде, поэтому, внимание, фонетика будет разной для мужского и для женского. Alors, je suis plein maintenant, aujourd'hui, ce soir, je suis plein d'espoir. И всегда у нас будет глагол être, oui, je suis всё время будет. Je suis plein d'espoir. Я полна надежды. Ну, то есть я обнадёжена, можем так сказать. Alors, je suis plein d'espoir. И предлагаю вам тем, кто сейчас будет присутствовать в эфире, делиться, чтобы мы, как бы, заикарили эту… Это описание французской эмоции, заикарили в какой-то ситуации. Если вы уже с хорошим французским, то пишите по-французски ваш пример, где вы, после чего вы или где вы или когда вы чувствуете себя plein d'espoir. Я в женском роде произношу, сейчас скажу, как будет в мужском. Если ещё французский пока не очень, то пишите по-русски. Мы будем называть вот некую образ, некую ситуацию, которая вызывает у нас эмоцию plein d'espoir. Мужской род – это носовое plein d'espoir. А по-французски, так скажем, это будет plein. N хорошо звучит, plein. Alors, ma situation. Чтобы начать, pour commencer, я приведу свой пример, от чего я plein d'espoir. Тем, кто в сторис, наверное, видел уже сегодня – мой историю, про… А мой историю, мой стори-тribминь, get your cat, wine Impfякненька! Alors, maintenant, aujourd'hui et hier, je suis vraiment totalement pleine d'espoir que je vais avoir un chat chez moi et qu'on va me choisir pour le maître de ce chat que j'ai vu. Те, кто был в Stories, он знает о чем я говорю, об истории про котов, моих, моей жизни. И вот я сейчас полна надежды, что мою анкету выберут для того, чтобы стать хозяйкой одной кошки, которую я увидела. Voilà. Donc, maintenant, je suis plein d'espoir. Друзья, кто сейчас присутствует в эфире, поделитесь вашей историей в одной-двух фразах, чтобы мы имели несколько примеров и чтобы заикарили эту эмоцию. Кого? Какая ситуация вызывает эмоцию? Плен d'espoir. Ну, вот, смайлик, не знаю, насколько он верно выражает, я подобрала под каждую эмоцию, какая у меня будет, некий смайлик. Я думаю, что это хорошая эмоция, так скажем, эмоция. подходящая. pour moi aussi, les autres situations, quand je suis plein d'espoir, pourquoi maintenant je suis plein d'espoir? Parce que aussi demain, et donc la semaine prochaine, je commence mon projet français psychologique. Почему еще я plein d'espoir сегодня? Потому что я в понедельник, на следующей неделе, начинаю свой, скажем, проект, такой мини-проект, но для меня он большой проект, по значению своему. Это психологический французский, да? Le français psychologique. Возьмите, найдите моего ребенка вместо kata. Olga Paris. Судя по вашему унику, вы находитесь в Париже, но я, mais moi, je me trouve à Moscou. Désolée. Alors, qu'est-ce que je dis? Que mon projet français psychologique, мой проект психологический французский, то есть психология на французском, вселает в меня вот прям много надежды, и я прям полна энергии, je suis aussi plein d'énergie, я также еще полна энергии, je suis plein d'énergie, plein d'espoir, можно добавить plein, в общем, какое-то существительное, полна чего, plein d'amour, plein de courage, много-много чего, можно быть plein. Вижу, что вы не очень пишете. Ага, Алина, je suis, je suis, я schui, у нас везде со всеми эмоциями, со всеми, которые сейчас будут на слайдах, везде будет глагол être, я поэтому его не писала, потому что я вот сейчас его произнесу, и дальше на каждом слайде будет être. Je suis, vous êtes, je suis, vous êtes, все время буду с двумя формами, с двумя формами вам предлагать, произносить. plein, это прилагательное, вот все остальные слайды тоже будут прилагательными, здесь у нас три слова, но главное слово, это прилагательное, прилагательные всегда с глаголом être используются, употребляются, да, je suis plein, или мужской рот, je suis plein, или разговорный вариант, je suis plein, je suis plein d'espoir, je suis plein d'énergie, voilà, жизнь кипит. Alors, deuxième, вы, конечно, пишите, пожалуйста, вашу мини-историю, которая вызывает у вас эмоцию plein d'espoir, а я ввожу следующий слайд. Frustré, Frustré, ну, я думаю, что все уже знают давно, именно из французского, эмоцию фрустрации, я думаю, что как раз психология сюда, французские романы, ну, и психология тоже сюда приложила, как сказать, руку, имеет дело, потому что в психологии у нас есть, как бы, термин тоже, фрустрация, не просто грусть, грусть это такое, c'est un peu familière, oui, c'est populaire, такое народное, просторечное, может быть, выражение, грустный, а вот фрустрированный и фрустрация, это уже такой специфический термин, скажем, но по-французскому это обычное слово, frustré, обычная эмоция, такой, может быть, продолжительной грусти, я бы так сказала, здесь очень важно приносить у в трубочке, frustré, alors moi, je suis frustré, ну, давайте, ну, окей, в настоящем времени останемся, je suis frustré, je suis frustré, я предлагаю вам не использовать je suis frustré, que, в общем, любую эмоцию, которую мы сегодня будем смотреть, и дальше que мы не будем использовать сегодня, потому что те, кто уже прошаренный, понимают, что дальше будет субжонтив, но я не хочу сегодня с ним связываться, потому что мы с вами изучаем только эмоции, а не субжонтив, поэтому мы с вами описываем ситуацию, а потом говорим voilà, donc, je suis frustré, и вот, и так, после этого описания ситуации, я такой-то, я frustré, я расстроена, donc, ma situation, c'est que, j'imagine que, je pourrais pas prendre ce chat, que j'aime, et donc, je suis frustré à cette idée, ma situation, я как представлю, что я не смогу взять, может быть, того кота, который мне понравился, меня не выберут, при мысли об этом, je suis frustré, je suis frustré à cette idée-là, у меня слово не мысли, по-французски, а идея, ну, во французском, это одно и то же примерно, при этой идее, à cette idée-là, à cette pensée-là, oui, je suis frustré, voilà, quel aussi exemple on pourrait choisir, друзья, кто присутствует сейчас в эфире, я, ну, и те, кто будет смотреть записи, я предлагаю вам кратко описать вашу ситуацию в одном-двух предложениях, которые вызывают у вас эмоцию frustré, чтобы проиллюстрировать, je suis aussi frustré que, qu'est-ce que, je sais pas, aujourd'hui ça va, hier ça va aussi, j'ai pas de frustration, мы скажем тогда в отрицании, я скажу, je ne suis pas frustré, je suis pas frustré, pas du tout, ce week-end, tout est bien, je suis pas frustré, voilà, но это достаточно частая эмоция, я думаю, что нередко она у каждого из нас возникает, приходит, troisième эмоцион, c'est deux synonymes, у нас два здесь synonyма, étonné, улыбки две, два акцента тегу, значит две улыбки, étonné, удивленный, и такой же совершенно, сюрприз, в мужском роде, тоже удивленный, сюрприз, женский, ага, в астрологии тоже, если не ошибаюсь, есть термин фрустрация, ну, на самом деле, mais je connais pas, ce que ça veut dire, я не уверена, что это исключительно такой, астрологически есть отдельный термин, потому что астрологические термины, это специальные понятия, ну, вот название знаков зодиака, или аспекты, название аспектов, ну, типа там, геометрические фигуры, название их, а весь остальной язык астрологии, он смешан с психологией, с обычными, там, не знаю, с философией, специального термина в астрологии, я не знаю, но, может быть, я еще и совсем зеленая в этом деле, но вот я знаю, что фрустрация, она пришла через психологию, и разошлась дальше, в смежные области знания, гуманитарного. Alors, это не меняется, не мужском, не женском, звучит одинаково, главное в улыбке. Этонет. Д'accord, Ирина, я фрустр uncertain, после моегоեора инж présentания. Почему? Вы, Вы не знаете, что Вы произведете этот кроссий Transformers? Ирина, вы Czy êtes те femme, alors E в финале нужно больше, как мы, амм, что я сказала? Я сказал, это не, с улыбкой и обязательно и в начале улыбка и и в конце и и то не удивленная сюрприз мужской рот соответственно в женском сюрприз и то самое чувство удивления тоже будет вот выглядеть как будто бы это женская форма прилагательного сюрприз удивление и тот самый сюрприз который теперь есть в русском языке это то самое французское удивление сюрприз но сегодня у нас прилагательный поэтому сюрприз для нас это женщина удивленная же света не же сюрприз мне конечно легче сказать у меня сегодня все тема про кота извините очень-очень сильная эмоция это для меня чувство может быть шеет он и к те кто не в курсе смотрите stories пока не не счастливе шеет он и кюжи трубе он шады рас аристократик 2 2 1 1 генераль шады раз донзон донзон кафе комса я удивлена шеет он и ну да я сейчас вам сказала субженктиве ну в общем звучит он сейчас также как и в настоящем времени если бы это было поэтому я пока оставлю я встретила в кота кафе пародистого кота кафе шады рас 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 это еще и породы во французском donc шибра и молитоне vraiment шуи сюрприз к к желе трубы пола шейтоне и вы вузе тетоне а а при киль ситуацию у pourquoi в этой тонн и вузе сюрпризе 2 кла от чего вы удивлены от чего вы удивляетесь с кузовин петит ситуация если вы пока что еще не очень сильно французском пишите одну две фразы по-русски чтобы заякорить эту эмоцию сюрпризе это ней потренироваться такой чтобы образ у себя составить в голове или внутри прочувствовать и назвать это словом это не или сюрпризе или по французски тоже будет двойная тренировка я бы сказала и но эмоции такая у нас немного может быть шоке на самом деле слова шоке во французском только отрицательное значение имеет поэтому айтоне в стороны да я неприятно удивлен я приятно удивлена это не сюрпризе нормально а вот шоке во французском я в шоке то есть в отрицательном шоке по-русски я чаще слышу и сама употребляю положительный смысл окей домки жду ваших историй и ситуации в нескольких фразах а я продолжаю менять слайды эмоции и и и еще раз две улыбки при окупе отвлекаясь на комментарий а лошь и тонн и два желе сидю дак вы удивлены видеть может быть чувствовать ноги если вы смотрите на термометр вы имеете ввиду марос или что я думаю что марос да такой сильный марос кстати сегодня уже круто нет так у всех нового росту лев французского я бы кстати сказал лев фрой окей но сэпа грамм эш-эш-эм ки-не легче ки такой mais oui c'est vraiment trop dur trop difficile c'était trop difficile maintenant ça va c'est trop difficile d'être dehors pour moi je suis une personne de chaud et le froid pour moi c'est assez désagréable alors notre nouvelle émotion c'est préoccuper две улыбки в начале или в конце это такой как бы вы назвали наверное не очень хорошо видно здесь черное на черном а беспокойный и это не то чтобы взволнованный а именно беспокойный все мысли заняты этим je suis préoccupée de l'écologie à la moscou en fait oui parce que я vraiment beaucoup d'ordures я обеспокоена экологические ситуации в москве потому что много мусора voilà mais en fait je suis pas trop 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 préoccupée comme avant я не слишком беспокойна как раньше parce que maintenant j'ai un peu travaillé en fait sur ce côté-là psychologique потому что все-таки я поработала этим психологическим не очень не очень здоровый экологический вопрос у меня внутри был я прям им горела спасательски mais en fait maintenant ça va je suis un peu un peu préoccupée de cette question et vous vous êtes préoccupée de quoi ? а вы чем обеспокоены ? par exemple on peut être préoccupée мы конечно можем быть préoccupée нашими близкими но это скорее будет другая эмоция это будет inquieter это вот самый разговорный традиционный не простецкий а легкий такой глагол и эмоция быть взволнованным чем тем что происходит с кем-то inquieter s'inquieter а у нас здесь градус чуть-чуть повыше préoccupée пред такой озабоченный но по-русски какие-то канадцы не очень хорошие alors vous êtes préoccupée de quoi ? moi aussi de quoi je suis préoccupée ? je suis préoccupée de... 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 je sais pas... de froid ? de froid en ce décembre je suis préoccupée de mes plantes à la daccia первое что мне пришло на ум я беспокоена сильно морозом сейчас в этом декабре и цветами которые на даче у меня под снегом как они вымерзут или нет alors deux exemples у нас два сразу примеры читаю je suis préoccupée de... la santé de mon mari Irina d'accord, je vous comprends bien je suis préoccupée par la pollution de l'environnement oui, en général sur la terre, d'accord я, к сожалению, забываю или даже не знаю как вас зовут MK1221 потому что я не помню ваш профиль имени и я вас, к сожалению, поэтому не называю по имени ok, d'accord notre émotion préoccupée и мы продвигаемся дальше следующие эмоции, следующий слайд я их немножко так чередую положительный, отрицательный ému ému и мужской и женский, как и предыдущие наши préoccupée maria, pardon наверное, всё-таки у вас написано поэтому я иногда поглядываю туда и знаю отвечаю вам ému, как и предыдущие préoccupée для мужского и для женского звучит одинаково é на конце не влияет никак на произнесение ému очень легко запомнить потому что первые две буквы ну то есть можно ассоциацию такую провести ému éma эмоция эмоция также вот заглавие у нас émotion такое же начало émotion ému собственно как бы я это сказала нет, не беспокойный эммм эммм восторженный в общем эмоциональный на таком на на взрыве эмоций у меня было хорошее перед эфиром я слово русское подбирала но сейчас я его забыла это не эммм ну скорее положительное но конкретного указания на конкретную эмоцию здесь нет просто вот такой взбаламученный как и как еще это сказать эмммм восторженный немного не то возбужденный может быть но в переносном смысле конечно не очень сильно потому что éxité конечно сильно сильно а ému такой эммм ну короче остановимся на восторженном я я в эмоциях я в эмоциях много эмоций не уточняя сколько их не причисляя там список из десяти штук просто эмммм и сразу все понимают что ты вот прям вот не знаю эмоции везде вся такая вся переполненная я я я я я я я не могу ее проговаривать она на контрасте эй улыбка мю трубочка и шуи тоже все туда-сюда гуляет шуи мю очень хорошо связывается потому что шуи мы останавливаемся на на и на улыбке и эмммм начинаем с улыбки шуи мю шуи мю шуи мю Alors j'attends vos commentaires я напоминаю что жду ваших комментариев всегда если вы не очень во французском ваш русский комментарий про вашу ситуацию в двух фразах от чего вы может быть и мю можете быть и на французском если вы вполне уже с уровнем охарактеризовать описать вашу ситуацию тоже в одном-двух предложениях от чего вы можете быть и мю или сейчас уже есть вы в эмоциях судя по смайлику но все-таки я бы становился на положительном чем-то смесь эмоций вопрос пришел в вопрос на эмоциональном подъеме отлично merci 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 ну кстати вот я и говорю что я не очень уверен в том что это подъем а эмоции они могут подниматься и опускаться в общем это тоже такое русское дискуссионный вопрос в общем эмоции живы во мне они разные и их несколько вот так вот окей окей шуи шуи жуюзе или шуи мюх а вот вместе я эмоционально и от радости достаточно странно звучит ну прям по-русски как переведите будет ли вам странно хотя по-русски сейчас все возможно я бы предложила эмюхе какая-то вещь какая-то ситуация эмоции у вас уже есть эмюхе нет конкретной то есть у вас пока есть обозначение вашего внутреннего состояния такого общего вас что-то затронуло как затронуло еще непонятно и поэтому вы эмюхе окей вы эмюхе то есть солнце это причина ваших эмоций а радость это конкретно сама эмоция я не хочу ни в коем случае критиковать пример может быть хороший с точки зрения грамматики но по смыслу достаточно странно окей одинаково звучит это быть в отвращении тоже по-русски что-то не могу найти нормальное слово может быть вы мне подскажете я написала вам в двух вариантах эмоции наверху с акцент эйю дегуте а то что вызвало эту эмоцию ситуация вовне или там еда очень часто это к еде используют это дегутан это отвратительно и в меня это повергает в эмоцию дегуте то есть суффикс а-н-т это тот или то что делает действие а с и акцент эйю на конце дегуте это тот кто испытывает скажем условно пассивно это действие то есть он воспринимает разволновалась от радости это вы наверное про эмю а про ту фразу которую про пример марии наверное вы говорили да вот кстати эмю это взволнованный в том числе взволнованные это какая эмоция я бы не вот так вот сразу сходу даже по-русски не сказала какая конкретно я думаю что там много то есть там и волнение конечно есть но волнение это от чего идет от радости от чего-то еще да но все-таки мы должны называть ситуацию конкретную а не то что случилось радость печаль страх там или что-то еще то есть это эмоции на эмоции сидит окей дегуте возвращаемся к нашему слайду дегуте я в отвращении то есть все-таки моя ситуация с котами ях у промьер кафе в первом кота кафе в котором мы были по-французски не знаю как сказать кота кафе donc кафе деша у промьер кафе деша j'étais дегуте я была в отвращении parce-коскосе сапуе énormément потому что воняло невероятно donc c'était дегутон это было отвратительно c'était дегутон и moi j'étais дегуте и я была в отвращении и мы можем убрать эти суффиксы разные в первом варианте у нас суффикс мы можем его убирать и во второй фразе а-н-т можем его убрать останется слово дегу ле дегу это и есть само слово отвращение а внутри этого слова есть конечно слово вкус все от него идет гу это вкус gusto испанско-итальянское и вот приставка отрицательное значение нам добавляет alors j'ai des goûters et vous vous étiez des goûters après quelle situation ou quelle circonstanz а vous s tечение обстоятельств в какой ситуации после какой ситуации вы были в ощущении отвращения voilà Par exemple, в ресторане, в каком-нибудь ресторане, в каком-нибудь кафе, что это повергает в отвращение. «Вои, я понимаю, что это очень хорошо. В отвращение от пыли. «Вои, я думаю, что это очень хорошо. Возвращение. 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 Возвращение.» «Шуи перплекс». Такое красивое слово, конечно, каждое красивое, но вот это вот, я его не часто использую, но оно такое. «Шуи перплекс». Такое озадаченный, невзволнованный, не обеспокоенный, такой «ммм, чё делать-то? Чё-то трудно, непонятно, неожиданно, хрень какая-то». Ну вот такая задумчивость, но при этом, вот чем в русском языке отличается задумчивость от озадаченности? Я думаю, что задумчивость, она некий флёр такой мечтательности, может, философскости даёт. А озадаченный – это желающий решить проблему, я думаю, так. Voilà, donc, «перплекс» – это скорее озадаченный. «Шуи перплекс». «Шуи перплекс» – это какой? «Шуи перплекс». «Уи, вот, я хочу сделать мой вебинар психологический в французском». «Шуи перплекс» – это какой-то формат. Я озадачена тем, что… форматом моих психологических вебинаров по-французскому, потому что я пока ещё точно не определилась с форматом, но это будет вебинар. А ещё что? Какие упражнения? «Келез экзерсис», «Келез активит»? «Во ла, donc, «шуи перплекс». Я немного в замешательстве». Но замешательство – это тоже немного такое, может быть, стеснение. Я в озадаченности. То есть задача, нужно её решить какая-то. Проблема. Проблема, кстати, это не только проблема, это ещё математическая задачка. Так, у курды маты, у нас есть проблема. На уроке математики у нас задачи, проблема. Ну, вот такой бедный язык, да? Проблема и задача – одно и то же слово. Поэтому «шу перплекс» «де проблем математики». Окей, «логистики». «Астрологики». Немножко астрологии вошло в чат. Она такая немножко математическая, аналитическая. И вот «шу перплекс» «де со персонаж», да? В описании какого-то персонажа я озадачена, как бы, это сделать. «Во ла, donc, «возет перплекс» «де quelle ситуация?» «Во ла коа». «Что, Михаил Юрьевич, что?» «Во ла», вы имеете в виду. Не забывайте, акцент «грав» на конце у «ву ла». Я жду ваши маленькие примеры, даже скорее «примерчики», если дословно прям совсем переводить хорошо. По-русски или по-французски. «Кам вузет перплекс». Очень красивое слово. Я его люблю, в общем. Поэтому я его включила. И у меня есть ещё последний слайд, кстати. Вот это всё, что на эмоциях у меня сегодня есть. У меня есть эмоции ещё. Ириты. И всё это в улыбке. Все три гласных звука. И-ри-ты. Всё в улыбке. Это «раздражённый». Это у нас было в теме косметики. У нас было два эфира про косметику. И там, не помню на каком, но я думаю, что поднималось два-три раза. Я упоминала пример. Приводила в пример. Крем от раздражения. Или там, не знаю, какой-то шампунь от раздражения. От раздражённой кожи. Вот «la peau irritée» Раздражённая кожа будет с таким же прилагательным. «la peau irritée» или «une peau irritée» «et moi aussi je suis irritée» Mais en fait non. Aujourd'hui je suis pas irritée. Сегодня я не irritée. Раздражена. Mais en fait souvent, ça m'arrive d'être irritée. Но мне часто приходит, приходится быть, как это? Ça m'arrive souvent. Со мной часто случается. Ça m'arrive souvent, часто случается быть раздражённой. Ça m'arrive souvent d'être irritée. Exemple. «Je suis perplexe par rapport à mes enfants…» «Par rapport à mes enfants qui sont toujours…» «Ah, qui tombent toujours malades. C'est final. D'accord. «Vozadachene» D'accord, mais… Donc, c'est-à-dire que vous voulez résoudre ce problème. C'est-à-dire que vous voulez résoudre ce problème. Vous voulez résoudre ce problème. D'accord. Mais je pense que vous êtes et perplexe et préoccupée aussi. «Marie, je suis perplexe face au changement de la loi…» Ouais, ouais. Ça, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple, ouais. «Nos lois changent vite et…» «Vraiment inattendu. Je suis perplexe par le ménage dans mon appartement. Je suis perplexe par le ménage dans mon appartement. » «D'accord. Ok. C'est bon exemple. Merci. Merci. Alors, irritée. La peau irritée. En fait, quoi ? Moi, j'ai la peau irritée, j'ai ma peau irritée après la plage, après avoir été à la plage. Par exemple, la peau irritée. Mais en fait, c'est pour moi, c'est un peu difficile d'avoir la situation. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment beaucoup d'irritation. Je suis très, très, très irritée quand je me trouve au café, je travaille un peu ou bien je suis venue pour manger. Et autour, il y a des personnes où il y a minimum une personne qui parle au téléphone, mais trop fort, beaucoup trop fort, qu'il fallait en fait dans la société respectueuse. Je dirais comme ça. Alors, «Dai, je suis une première perplexe. Je suis perplexe de cette situation. D'accord. Oui, moi, je me vais se dire, oh, je suis de cette situation. Pas taille, tu sais. Alors, je suis irritée à côté d'une personne qui parle trop fort au téléphone. Il y a une personne qui parle très fort au téléphone qui dit « Oh, je suis très grave au téléphone, mais non. » Voilà, et d'autant plus que je suis irritée, mais cette personne aussi, elle peut parler, elle peut avoir un appel vidéo appel et ne pas avoir des écouteurs, ne pas avoir d'écouteurs, ces écouteurs. Et donc, il parle et son interlocuteur parle aussi. Et moi, j'entends les deux. Не только когда говорят по телефону громко рядом, а когда нет наушников у человека, и он говорит по видеосвязи, и одновременно слышу и того, и другого, и все это очень круто. C'est trop fort. Je déteste ça, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Je suis irritée vraiment. Очень-очень-очень-очень раздраженная была в такие моменты. Donc, vos exemples. Я вижу, что многие из вас работают сейчас на эфире вместе со мной. Я жду ваших примеров. Je t'en vous exemples, vos situations quand vous êtes irritée ou quand vous étiez irritée ou quand vous avez été irritée. Когда вы были, вы бывали раздраженными. Je suis irritée. А вы мужчина или женщина? Простите за вопрос, потому что интересно. Вот на конце вы пишите, это умышленно или неумышленно. Je suis irritée quand on m'interrompte finale. Oui. Когда меня перебивают. D'accord. Vous êtes irritée quand on vous interrompte. Глагол интерромпе, перебивать. Такое, что я не филе, вишаю, сама, собой. Ну, как бы никто меня не перебивает. Я жду irritée par le bruit des voisins. А, д'accord. Oui, c'est un peu dégoûtant, в принципе. Д'accord. Вы жду вас irritée par le bruit des voisins. Ну, в принципе, я жду в последний этаж. Так, до 25 лет, я думаю, с моим родителем. Мы у меня 2 апартаменты. И всегда это последний этаж. Это было круто. Потому что я не знаю много... Я не знаю beaucoup de voisins qui sont au-dessus de chez vous et qui vous frappent par la tête. Я рассказываю, что я 25 лет своей жизни жила все время на последних этажах. Там было несколько переездов. И, в общем, все время был последний этаж. И это круто, что я не знаю практически, как это, когда топчут над головой, как это, в общем, находится над тобой и топчут пол, потолок. Mais maintenant, en fait, je suis pas au dernier этage, mais ici il n'y a pas beaucoup de... Mais en fait, oui. Les voisins m'énervent, ils méritent. Oui? Мерит, глагол irritée. Il mérite. Меня раздражают. Внимание, не путать с глаголом mériter. Mériter – это как-то по-русски. Признавать, давать признание. Ну, в общем, там закрытое et, mériter, а тут iriter. Mériter, меня раздражают. Il mérite. Ok, j'attends aussi vos exemples, si vous vous en avez. Жду еще ваших примеров, если они у вас есть. Повторю еще раз, произнесу фонетику всех моих эмоций, слайдов, которые были. И завершу эфир. Alors, пример. Je suis irrité par le chinois. Vous очень часто мне пишите артикли. Это меня раздраживает. Je suis irrité par le chinois quand il fait du bruit. Или если le bruit, то это конкретный шум, всегда один и тот же, то есть типа он там, не знаю, что китайцы делают. Ну, не знаю. Короче, он играет в определенную игру, в определенный час, онлайн-игру, например, да, и вы знаете, что это точно он, точно этот шум, один и тот же шум, le bruit, д'accord? Или в целом шум, то это du bruit, заслужить, oui. Иметь заслугу, иметь признание, д'accord? donc mérité et mérité, очень похожи, но они разные. Je voulais répéter, récapituler tout nos émotions. Alors, être irrité, быть раздраженным, être perplex, быть озадаченным, и для мужского, и для женского одинаково, être dégoûté, быть в отвращении, или вещь, dégoûtant, быть отвратительным, c'est dégoûtant, ce plat est dégoûtant. Émotion suivante, être ému, être ému, кедрое тело, être ému, быть взволнованным на эмоциях. Есть такое у нас сейчас выражение в разговорном языке, быть на эмоциях, вот это оно. être préoccupé, быть обеспокоенным, взволнованным, может быть, даже на долгое, на долгое, как это, в каком-то периоде длительном. être étonné, être surpris, в женском сюрприз, быть удивленным, être сюрприз, сюрприз. Эмоция suivante, être frustрée, быть frustрированным, то есть, грустным, немножко депрессивным, расстроенным, oui, donc, et l'эмоция dernière que j'ai eue aujourd'hui, être plein d'espoir, или в женском être plein d'espoir, быть полным надеждой, или можно добавить сюда другое еще выражение, être plein d'énergie, быть полной энергии, или быть полным, de quoi, être plein d'assurance, быть полным уверенности, или такой безопасности, обезопасенности, что-нибудь такое. Окей, plein, женский, plein, мужской. Дорогие друзья, я жду ваших вопросов, потому что я закончила вещать, если у вас есть, si vous avez des questions, vous m'en posez, вы мне их задаете, а если их нет, то мы будем с вами завершать эфир. Напоминаю, что с завтрашнего дня, завтра, alors, lundi, mardi, 13-14 число, я предложу присоединиться, зарегистрироваться на психологические вебинары по-французски для тех, кто оставлял заявки, или те, кто интересовался, это от уровня А2, потому что мы там будем с вами говорить про психологию на французском, делать упражнения по лектике, в том числе, по грамматике, но больше там будет смыслового. Voilà. Пока что я придумала два вебинара, может быть, будет ещё, я думаю, вебинар поддержки именно по психологическим вопросам, ну или отдельно по французским вопросам. Voilà. Donc, j'attends vos questions encore 30 secondes. Жду ещё несколько секунд ваши вопросы по чему-нибудь, по французскому, по лексике эмоций или по чему угодно. И будем с вами завершать. J'espère que vous avez vu mes stories. Я думаю, что и надеюсь, что вы видели мои stories. Если ещё нет, то обязательно заходите. Я делюсь. На самом деле, это почему-то кажется мне очень каким-то личным, хотя это какая-то такая очень лёгкая тема, типа коты, домашние животные. Для меня это очень лично и глубоко, как если бы я вам рассказывала, не знаю, про свои отношения с мужем, ну, типа того. Очень-очень лично, потому что, ну, в общем, для меня это очень близкое сердцу история. Это не просто животное, а это то, то, что грело меня всю жизнь, потому что в моей семье это было немножко атмосфера, немножко холодная. Может быть, не немножко холодная. и мой шат, мой первый шат, это действительно мой друг, это мой партнер, так сказать. Переводить не буду, к сожалению. Не хочу, короче, переводить. Те, кто понял, тот понял. Это очень личное для тех, кто знает французский. Посоветуйте, пожалуйста, какой-то канал для совсем начинающих, что может быть полезным. Спасибо. Спасибо за все, что вы знаете. Совсем для начинающих. Дело в том, что совсем начинающий канал, канал вы имеете в виду на ютубе, наверное, да? Они франкоязычные, но вы понимаете, что для совсем начинающих франкоязычный канал не очень. Ну, потому что темы, которые там поднимаются, да, действительно, это будет полезно, но они объясняются на французском, и это нужно еще пойти разберить, что они там объяснили вам. Для совсем начинающих, ну, есть, ну, русскоязычные я не все, конечно, знаю, но мне мало, что нравится. У меня, конечно, нет уроков. Ну, короче, для начинающих, для нулевых. У меня есть отдельный, отдельно, бесплатный вебинар, я всем его новым подписчикам стараюсь посылать. Вебинар с нуля, прям совсем нулевой, вводный. Канал не порекомендую вам. Ну, то есть, если это будет французский, вот, с объяснением носителя, ну, я не думаю, что это совсем начинающий. Ну, вот канал, как же он называется? Французский с Пьером, он достаточно разжёбывает фонетически, то есть, можно понять вообще все, что он говорит, ну, в смысле, не слова, не значение слов, разумеется, с нуля, вы не поймёте, а один, а поймёте, что именно он сказал. Или, типа, подставите гугл-переводчик, и гугл-переводчик читает, что говорит этот мужчина. Французский с Пьером, он есть везде, в инстаграме, и на ютубе, у него там, по-моему, полмиллиона, если уже не миллион подписчиков. Это прям совсем такой разжёбывающий. Остальные все, ну, представьте себе, носителя, который будет говорить. Есть, наверное, ещё с английским объяснением. Ну, русскоязычный, во-первых, ну, что я буду вам рекомендовать моих коллег, когда я сама занимаюсь этим. Ну, то есть, во-первых, то, что я видела, мне не нравилось, а то, что я найду, может быть, я найду что-нибудь совсем для начинающих, такое разжёбывающее. Ну, не знаю, короче. Как послушать у вас вебинар? Поискать в Инстаграме. Ну, в Инстаграме у меня сейчас нет ссылки. Я вам отправлю. Элина, я запомнила ваше имя и фамилию, я вам напишу сейчас в директ. У меня тоже есть YouTube-канал, но я там выкладываю, конечно, всё, что было вот здесь, вот, в Инстаграме, эфир, в основном у меня там, и видео. но есть периодически видео, которые не влезают отдельные, которые я делаю, да, типа вебинар большой какой-нибудь, или разбор фильма, вот, был у меня летом. Они не влезают в Инстаграм, там, 30 минут, час, я их вставляю в YouTube. Вуаля, присоединяйтесь в мой YouTube-канал, он так и называется, Елизавета Белозёрова, по моему имени и фамилии. И ссылку я скоро верну, вот завтра я буду приглашать на психологические французские, и появится ссылка, вы сможете всё найти. Элина, отправляю вам вебинар с нуля. Учили испанский по YouTube, кое-какие слова были близки. Но на самом деле, в других языках я нахожу тоже много, может быть, это моя профессиональная деформация, что я отношусь к своим коллегам с каким-то, может быть, предубедительностью какой-то, с предубеждением, но мне очень часто не нравится что не уделяют внимания фонетике или дают фонетику отдельно. Ну, в общем, как-то это всё бывает не очень. Мне кажется, надо начинать с фонетики и её вместе, вот с лексикой, с грамматикой, всё это вместе подавать. На других языках, вот тот же самый испанский, английский, я встречаю классных преподавателей, которые на YouTube бесплатно выкладывают замечательные уроки, по которым можно заниматься. Окей, je vous remercie, chers collègues, пойду готовиться к психологическому французскому, буду редактировать сайт и до встречи, дорогие друзья, всегда с вами на связи в директе, смотрите мои сторис, я там сейчас вам от души отрываю свою историю личную, жду вашей поддержки, j'espère que vous allez passer une bonne soirée, надеюсь, что вы проведете хороший вечер, alors, passer une bonne soirée и à plus и до скорых встреч!